Яркая реклама и красивые авто. Узнаваемые островитяне с экранов смартфона призывают поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Однако для участия необходимо раскошелиться. Чтобы рискнуть, нужно заплатить в районе 2000 рублей. После чего дождаться прямого эфира в популярной соцсети, где ведущие вытягивают номера победителей. Выигрывают далеко не все. Некоторые пользователи скептически относятся к подобным акциям и их авторам. Другие считают интересным трендом и не видят ничего страшного. Я как-то нейтрально к этому отношусь. Делают пускай, но для меня нет. Я в таком не участвую. А почему не участвую? Ну, бесплатный сыр только в мышеловке, что-то такое. Когда разыгрывают что-то маленькое, там до 1000, грубо говоря, рублей, то да, можно. А так все сейчас этим занимаются, кстати. Там суть предложения такая. Покупайте билет за 2000 рублей и потом в прямом эфире мы разыгрываем автомобиль. Вот вы как доверились бы такой рекламе? Вопрос-то где? Это у нас в Южесахалинске. Местные блогеры так делают. Уже много человек, 5. Это блогеры так делают? Блогерам доверять, наверное, стоит. Блогеры из народа. К блогерам присоединились и предприниматели. Чтобы привлечь аудиторию, они проводят похожие конкурсы. По словам владельцев одного из автосервисов областного центра, в котором запустили подобную компанию, клиенты положительно отнеслись к задумке, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов и машины, необходимо приобрести ароматизатор для авто. Цена 2000 рублей. Стоимость товара гораздо выше рыночной, но подобная сделка позволяет сделать мероприятие законным. Мы даем чеки, у нас QR-коды привязаны. Самый главный приз – это филдер 2010 года без пробега по России. А помимо него еще у нас 189 призовых мест. Поэтому процент победы, выигрышной позиции очень великий. Большинство участников считают то, что они покупают номер участника. Нет, покупают акционный товар. И к нему идет как к презентам, идет номер участника. Призывы поучаствовать в подобных акциях все чаще появляются на просторах островных пабликов в Инстаграм. Поэтому, чтобы не попасть на удочку мошенников, необходимо убедиться в законности проводимого мероприятия. Владимир Ильин, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.